Здравствуйте! Репортер 73 представляет информационный выпуск «Каждый день, вечер и утро». Реальность сама складывает картину дня. В студии Анна Чайникова смотрите сегодня в программе. Солнце, воздух и вода. Для хороших людей самое главное воздух, Волга, понимаете, чтобы было приятное, хорошее настроение. И вот друзья были и все, больше всего. Самое хорошее, чтобы было. В области открыт купальный сезон. Сыновья-помощники. Как бы семечко кладет, такое умное, классное. А я потом, он как бы долбит это семечко, а потом оно как-то берет и прорастает, и хорошо. История юных бизнесменов из многодетной семьи. Вместе мы сила. Хочу поблагодарить ваших молодых людей, ваше будущее, которые сейчас защищают наше настоящее. Ульяновцы вышли на митинг в поддержку армии. Пляжный открыт. Как полагается, с 1 июня официально разрешено не только загорать вблизи водных объектов, но и купаться. Перед этим ответственные службы проинспектировали готовность территорий массового отдыха. Таких в Ульяновске три. Недалеко от парка «Сорокалетие» в ЛКСМ, у Свияги в районе поселка «Борьба» и самый крупный и популярный – центральный пляж, который оценил мой коллега Павел Петриков. Безопасность – главное во время отдыха. Водолазы обследовали дно на наличие опасных предметов спасателей, заранее отработая сценарии всех возможных ЧП, которые чаще всего начинаются с подачи тех, кому море после определенных процедур становится по колено. Не дай бог, конечно, но людям, которые находятся в воде в алкогольном опьянении или там в какой-то причине стало плохо в воде, то есть им надо отработать профессионально, быстро, оказать помощь. Соответственно, если практики нет, помощь такая же будет, то есть неграмотная. Поэтому наша первая перечисленная задача – кому-то вспомнить, кому-то научиться, а кому-то просто, как говорится, увидеть это со стороны. То есть практика всегда нужна. Потренировались сами и научили студентов, как по технике правильно кинуть спасательный круг, сделать искусственное дыхание. Выступающий утопающим имитирует панику и всячески сопротивляется спасению. Спасающему недостаточно уметь плавать. Нужна сила и моральная готовность к любому развитию событий. Лично мне приходилось спасать людей, еще даже не обучаясь в школе и в колледже, то есть не на специальности. С более профессиональными наставниками мы совершенствуем свои навыки в спасении людей, оказании первой помощи. Спасатели отмечают, люди начали ответственнее относиться к собственному здоровью, знают и соблюдают элементарные правила безопасности. Кепку долго не греться, если что, значит тень. После 12 уже это вредно солнце, но гореть-то можно всегда, а после 12 вообще излучение вредное. Вот здесь на пляже есть наглядное табло, что делать можно, а что делать нельзя. Самое главное, не заплывайте за буйки. Подплывать к судам и лодкам нельзя по понятным причинам. А самое главное, не оставляйте за собой мусор. Первый день пляж не пустует. В воду пока решаются не все, но отмечают, что территория благоустроена, сгорать комфортно. Есть фонтанчики с водой и шезлонги. Для хороших людей самое главное воздух, Волга, понимаете, чтобы было приятное, хорошее настроение. И вот друзья были и все, больше всего. Самое хорошее, чтобы было. Я еще не купался в этом году, потому что у меня немножко к нам произошло и кое-что. Вот поэтому я не купался. А так я купался в апреле месяце, купаемся без всяких проблем. В апреле еще купались? Да, в апреле, да. Вы не можешь с лучшим там внизу? Ну так чуть-чуть. Нет, не можешь, но могу скупаться. В этом году на центральный пляж завезли 400 тонн чистого речного песка. Оборудовали удобные спуски в Волгу, покрасили, малые архитектурные формы, бордюрный камень, привели в порядок туалеты и душевые. Правда, пока специалисты рекомендуют купаться в лучах солнца, а не в воде. Провели санитарные пробы воды из Волги и бассейна. Результат отрицательный. Повторные пробы возьмут на этой неделе. Павел Патриков, Олег Тимонин, репортер 73. Для кого-то лето – пора отпусков, для других – сезон масштабной работы. Пока ульяновские школьники отдыхают на каникулах, в образовательных учреждениях проводят капитальный ремонт. Благодаря федеральной программе обновят как фасад с кровлей, так и внутренние помещения. О том, какие преобразования ждут школу-интернат номер 26, где обучаются дети с тяжелыми нарушениями речи, расскажем в следующем сюжете. Грандиозные обновления ожидают сразу шесть школ Ульяновской области. В регионе стартовала федеральная программа по капитальному ремонту образовательных учреждений. В нее включились школы-интернат номер 26, Корсунский и Кадетский корпус. Две школы в Меликесском районе, в Никольском на Черемшане и в Муловке. Школы в селах Октябрьское, Радищевского района и Сарасурского района. Подрядчики уже на местах и приступили к выполнению работ. Капитальный ремонт в соответствии с федеральными требованиями предполагает порядка 14 видов работ разных. Они определены в зависимости от потребности каждого объекта. Но это и фасад, и кровля, и замена окон, и инженер, ремонт пищевого, ремонт спортзала. На выполнение работ выделены солидные деньги – более 400 миллионов рублей, четверть из которых пойдет на ремонт школы-интерната номер 26. Здесь ожидаются самые масштабные обновления. Уже произведена работа с кровлей, сделана обрешетка, производится стропильная система. В пятницу был привоз металла. В выходные дни этот металл подняли на крышу и уже ведутся работы. Внутри тоже работают. На месте кирпичей и строительных мешков. Вскоре должны появиться обновленные санузлы и пищеблок. За ходом выполнения работ неустанно следит инициативная группа, состоящая из педагогов и родителей. Сейчас с инициативной группой и родителями очень плотно работаем. Каждый понедельник у нас такая небольшая планерка. Мы приезжаем сюда, мы смотрим, на каком этапе идут работы, что сделано, что не сделано, какие-то вопросы, какие-то предложения. В обновленную школу новое оборудование и учебную литературу. Займутся также благоустройством территории. В планах завершить работы до середины августа, чтобы 1 сентября порадовать детей преобразившимися кабинетами и зарядить на отличную учебу в новом году. Анна Чайникова, Сергей Рябухин, репортер 73. 360 земельных участков в Заволжских кварталах Г и Д в течение июня перейдут многодетным семьям. Прием заявлений открыт с 11 мая и 235 желающих уже подали документы. Первым 10 и 1 июня вручились сертификаты о бесплатной передаче земли в собственность. Условия в этом году предоставят более чем трём сотням многодетных семей. У Ларисы Бодягиной четверо детей. Для большой семьи земельный участок – стартовая площадка воплощения давней мечты – построить дом. Уютный, семейный. С мужем были в восторге от представленных участков, о том, что там же люди живут. Это Заволжья, кварталы Г, Д недалеко. То есть участки замечательные. В семье Люлиных детей пятеро. Каждому нужно своё пространство. Плюсом на прилегающем участке можно разбить огород. Но самое главное – скоро у дружного семейства появится дом. Коммуникации к участкам уже подведены. Кроме того, временные расходы будущих домовладельцев Министерство имущественных отношений берёт на себя. Ведомство само отправит документы семей на регистрацию права собственности. Но и это ещё не все бонусы. У нас действует постановление правительства так называемое 300-700. Это о дополнительных выплатах гражданам, которые получили земельные участки. То есть до 300 тысяч рублей можно получить на ипотеку при начале строительства. Либо уже после окончания строительства вы можете получить до 700 тысяч рублей. Но не более 25% от кадастровой стоимости. И помимо этого на ипотечный заём или строительной работой можно направить средства по именному сертификату «Семья». Символично, что старт новому началу дан в день защиты детей. Вы на самом деле настоящие герои, потому что с одним ребёнком тяжело, с двумя тяжелее, а с двумя с четырьмя тем более. Но зато жить с большим количеством детей весело. Главная задача любого и особенно многодетного отца – прокормить своё потомство. Оказывается, бывают и ситуации от обратного, когда даже несовершеннолетние дети готовы пусть не обеспечивать родителей, но существенно пополнить семейный бюджет. Это подтвердят герои сюжета, подготовленного Татьяной Домодановой. Тут очень щепетильно нужно относиться к ним. Они как дети маленькие. Братья Шараповы – Тимур и Артур – тоже попадают под категорию детей, но таковыми являются чисто номинально. Подход к жизни у парней взросло-ответственной, да и стартап, который придумали и реализуют, вполне себе зрелый. Совсем как эта микрозелень – лён и редис, подсолнечник, горчица и горох. Сейчас горошек засаживаем. Его чаще всего засаживаем, потому что он большой, легче всего замачивается. Он понятный, легко растёт. Очень вкусно. Замочить, рассадить, дать время на прорастание, но при этом не забывать, создавая специальные условия. У нас здесь стоят лампы специальные для выращивания микрозелени и вентиляторы для постоянной циркуляции воздуха. Они 16 часов работают по таймеру и потом выключаются в день, чтобы микрозелень не перерастала. Идея стартапа зародилась у 14-летнего Тимура год назад, когда от любимого фастфуда отказался в пользу ЗОЖ. Микрозелень – молодые проростки зелёных культур сначала вошли в семейный рацион, а сейчас потихоньку заходят на региональный рынок. Если употреблять микрозелень регулярно, то ваш организм наполнится всеми нужными витаминами для жизни. Это пока что ещё такая незанятая ниша. Всем интересно, что это такое у вас маленькое и вкусно, и для блюд им украшать самое такое, то, что нужно. Ежемесячный доход начинающих бизнесменов – порядка 5 тысяч рублей. Всю выручку братья Шараповы тратят, но не на мороженое и чипсы, а на расширение производства. Закупают семена, лотки и оборудование. Среди постоянных покупателей по большей части знакомые, а недавно интерес пробудился у местных рестораторов. Опыты всегда дешевле и очень вежливые, добродушные ребята, поэтому удачи. Ребятам огромное спасибо за их труд, они большие молодцы. Процветание вашему бизнесу. Спасибо за вкусную микрозелень. Сейчас предприимчивые братья выращивают до 30 лотков ежемесячно. На перспективу хотят довести количество до сотни, а прибыль отдавать родителям. Зимой этого года у Шараповых случилось несчастье, сгорел дом. Активно восстанавливают, так что любая копеечка в дело. Откуда у подростков такая сознательность, говорят, от папы. Он как бы семечко кладет, такое умное, классное. А я потом, он как бы долбит это семечко, а потом оно как-то берет и прорастает, и хорошо. Хорошо всей семье. Сыновья заняты интересным делом, остальные наслаждаются полезными салатами и смузи. Пока Шараповых приютили соседи, но уже через пару месяцев вернутся в свой отремонтированный дом. И это совместное детско-родительское достижение. Ну и сегодня, в праздничный день, день защиты детей, наверное, остается только один вопрос, который мы зададим отцу и человеку, который входит в совет отцов Ульяновской области. Расскажи, как вырастить вот таких вот целеустремленных, активных, нацеленных на перспективу? Секрета-то особого нет. Мы стараемся передавать тот опыт и знание, которое нам передали наши предки, деды, отцы. И стараемся сохранить приемственных поколений. И, собственно говоря, личным примером только. А дети наши тоже для нас являются большими учителями. Татьяна Домоданова и Алексей Юферев. Репортер 73. За десятилетия миновавшие с учреждения Дня защиты детей проблемы новых поколений человечества по своей сути остались прежними. Старшие диктуют правила, подчас не считаясь с интересами младших. Но что будет, если эти интересы возвести в абсолют и сделать мерилом всех вещей? Вопрос риторический. Современный подход к воспитанию предписывает исключить физическое воздействие. Взрослый человек должен находить подход и держать себя в руках в силу жизненного опыта. Мнение наших земляков о правильном подходе к воспитанию в рубрике «Глаз народа». Или на своем примере, или уговорами, или чем-то завлекаю, увлекаю чем-то. Я считаю, что надо с ними разговаривать все-таки. Разговаривать надо. Особенно, когда им 5-6 лет, когда они маленькие, даже пусть 7-8, даже пусть 11 лет. Можно вот даже мальчишку, можно на колени взять, обнять и поговорить по душам. Надо обязательно им книги читать, сказки рассказывать. Тогда дети вырастут понимающие, умные, будут любить читать. Такие меры были, что или в угол, или обещали куда-то сходить, а раз провинились, значит, никуда не пойдете. Ремнем, если он провинился вдоль ваниши, и все, вдоль задницы, разок, он потом умный будет. Лишение телефона на какой-то период времени. Интернета. Потому что очень, дети сейчас любят вот это все в интернете смотреть. Всякие ролики, которые, ну, плохо влияют на детей. Дети вот всего усваивают то, когда они видят, как нужно себя вести. То есть паперу, например. Ну да. Будем ставить в угол. В угол ставить еще какие-то? Будем лишать мобильных телефонов. Меня воспитывали в любви, уделяли много внимания. Я также планирую воспитывать своих детей. Я объясняю, почему нельзя, какие последствия после этого могут быть. Я за принцип кнута и пряника. Ну, наказание не физическое, а какое-то должно быть определенное. Но если вы его поощряете за хорошие поступки, то можете наказывать и за плохие. Они на шею уже сели всем, эти дети. Вы их избаловали своими этими. Не трогай меня, я напишу заявление, посажу тебя, папа. Это так не делают. Ну, естественно, наказывать-то надо нормально. Если он действительно за счет провинился, они так просто. Чтобы порядок соблюдали. Трудиться с детства. Считай, с детства их трудиться. Заставлять трудиться. Особенно сейчас такое время, что человек все должен уметь. И вот девочки и шить, и рисовать. Почему рисовать? Просто это развивается такое чувство. Она не художник будет, но какая-то точность, любовь к красоте. Возможно, запретами какими-то. Да, сейчас это актуально. Там запретами телефонов, возможно. Но я считаю, что порой все-таки нельзя. Когда с детьми путешествуешь, ребенок познает мир. И видит, как, например, ты себя ведешь в этом мире. Да, что нельзя, допустим, на улице что-то, например, после себя оставить, бросить. Надо обязательно убрать, чтобы город был чистый, красивый. В июне жители России ждет целый пакет новшеств. О некоторых расскажем прямо сейчас. Например, прожиточный минимум имрот, а также пенсии неработающих пенсионеров проиндексируют на 10%. Отмечу, что с 1 января индексация пенсий для отмеченной категории граждан уже проводилась на 8,6%. Далее коротко о других заметных изменениях в жизни граждан страны. С 1 июня в России запускается программа выдачи льготных ипотечных кредитов представителям IT-отрасли. Кредитная ставка по указанной программе составит до 5% годовых. В 2022 году на эти цели правительство выделит 1,5 млрд рублей. С 29 июня россияне смогут проводить платежи по КАСКО и ОСАГО в размере до 40 тысяч рублей без идентификации личности. Ранее разрешалось проводить подобные платежи лишь до 15 тысяч рублей. Члены экипажа воздушного судна и сотрудники службы авиационной безопасности при пресечении противоправных действий на борту самолета могут использовать специальные средства сдерживания. Делать это можно на основании распоряжения командира воздушного судна. Купить гражданское оружие можно будет только с 21 года. Запрещается выдача лицензии на оружие гражданам с непогашенной или неснятой судимостью за тяжкое или особо тяжкое преступление, а также его переделка и распространение соответствующих инструкций. С 1 июня спортивные болельщики в России будут посещать соревнования, предъявляя специальную карту «Фан-АйДи». То есть при входе на стадион будет проверяться личность посетителя. Цельного введения обеспечить безопасность и общественный порядок на официальных спортивных соревнованиях. В Ульяновске сезон ремонта. Дорожные бригады взялись за асфальт на улицах в разных районах города. Накануне администрация обязала подрядчиков устранить выявленные недочеты. По словам главы города, на улице Кольцевой проверяющие выявили зазоры между бордюрными камнями. На проспекте Ульяновском провалы оснований колодцев. В остальном работы идут по графику. Подробности в следующем сюжете. Улица Кольцевая – одна из пяти ульяновских, на которых в этом году уже развернулись работы по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги». Около 70 миллионов рублей выделено на замену асфальта, бордюров, установку знаков и освещения участка. Одна из основных проблем была – это перекресток варейки с Кольцевой, где всегда скоплилась у нас талая вода. То есть в этом году в составе проекта по переустройству сети ливневой колонизации у нас в проекте все включено. То есть думаю, что одной из основных проблем мы в этом году избавимся. Также в проекте предусмотрено 17 новых заездных карманов. Рабочие уже выполнили начальные этапы их создания. На данный момент мы производим работы по установке борт камня вдоль проезжей части, на заездных карманах. Также идет параллельно работа по укладке щебня на тротуарах и установка поребриков. Контроль качества ко всем видам работ строгий. Проверяют и ровность дороги, и качество полотна, и соответствие всех элементов техническому регламенту. На этом объекте субподрядная организация пренебрегла всеми требованиями, которые у нас заложены регламентом. И выполнена некачественную установку бортовых камней как на проезжей части, так и поребриков на тротуаре. В течение недели подрядная организация была дала строг, то есть все это устранить. Работа над ошибками прошла успешно. На сегодняшний день готовность этого объекта оценивается в 60%. На 30% – нечетной стороны улицы Камышинской. Этот объект достаточно трудоемкий. Здесь, помимо обновления покрытия проезжей части, ремонта тротуаров, обновления знаков и разметки, предстоит переустроить проблемный перекресток с Жигулевской и Хошимина. На объекте сегодняшний день техника не больно так задействована, потому что подготовительные работы идут. Идет эскаватор, там работают манипуляторы, техника, перевезящие материалы. Рабочих здесь работает около 20 человек. Это общее количество на тротуарах и на проезжей части. Ремонт идет на ипподромной, на проспекте 50-летий ВЛКСМ. Кстати, перекресток с Полбина также переустроят, но с организацией кольцевого движения. В Заволжском районе бригады работают на проспекте Ульяновском. Кроме нацпроекта, в планах на этот год на областные средства обновить 11 пешеходных переходов близ школ и ликвидировать 15 мест концентрации ДТП. На территории Луганской и Донецкой народных республик, а также на территории Украины, продолжается специальная военная операция. Документальные кадры военной хроники красноречиво свидетельствуют о преступлениях киевского режима. Видя это, жители Ульяновска провели митинг в поддержку нашей армии и решение президента вмешаться в происходящее в соседней стране. Дискриминация по национальному признаку — это возрождение нацизма. А что такое нацизм, хорошо помнит большинство жителей бывшего СССР, противостоявшего в 40-е гитлеровской Германии и ее сателлитам. Представители общественных организаций и политических сил и просто неравнодушные жители областного центра, а также вынужденные переселенцы с Донбасса вместе высказались о событиях в соседней стране. Наши войска стараются не допускать гибели мирного населения, временно оккупированных Киевом территорий, а также тех областей Украины, где разворачиваются боевые действия, нацеленные на деноцификацию и демилитаризацию. Сегодня этот митинг организовала наша организация «Боевые браться». Мы пригласили все организации города, все партии, всех людей, которые поддерживают курс нашего правительства, нашего президента в той операции, которую мы проводим, и победа будет за нами. Каждый ответственный гражданин нашей страны, безусловно, поддерживает ту спецоперацию, которая происходит сейчас на территории Украины, и наша молодежь также принимает в этом активное участие. И здесь, допустим, со стороны молодой гвардии «Единой России» мы неоднократно проводили акции, это защитникам Отечества. На Западе предпочитают лицемерно не замечать нацистские шевроны украинских бандформирований, флагов гитлеровской Германии, татуировок с портретами преступников Третьего Рейха и Бандеры, татуировок со свастиками и символами неонацизма на телах боевиков. Для жителей России и большинства стран мирового сообщества все предельно понятно. Многие думали, а может быть не начали бы, а может быть этого не произошло. Начали бы. Безусловно, начали. Фашисты тоже в 41-м говорили, нет, мы не нападем, этого не случится. Даже пакт был о ненападении заключен. Чему это привело, мы все прекрасно помним. Жители освобождаемых сегодня Донбасских республик выразили свое мнение в благодарность за то, что Россия не отвернулась от них, приняла и оказала поддержку. Хочу поблагодарить ваших молодых людей, ваше будущее, которые сейчас защищают наше настоящее. Без детей не будет будущего, а дети – наши цветы. Спасибо вам. Сегодня главное каждому понимать, что операции в Украине проводятся в целях защиты, в том числе и нашего государства, его граждан. Помнить, что там сейчас находятся наши солдаты и поддерживать их. Александр Злобин, Алексей Юферев, репортер 73. 11 июня в Ульяновске состоится концерт академического ансамбля песни и танца Удмуртской республики «Италмаз» имени Анатолия Васильевича Мамонтова. Репертуар ансамбля «Италмаз» невероятно многообразен, а его основу составляют удмуртские народные песни и танцы. Концерт пройдет во Дворце Губернаторский в рамках второго межрегионального фестиваля профессиональных коллективов народного творчества по Волжье «Широкая Волга». Начало в 18.00. Мы победили, потому что мы были вместе. Люди разных национальностей и вероисповеданий – одной большой родины. Этот якут получил орден мужества за участие в ликвидации базы боевиков. Чеченский полицейский получил медаль за отвагу, за операцию по задержанию террористов. Русский ОМОН-овец Орден Мужества за то, что остановил террориста-смертника. Они так же, как наши отцы и деды, плечом к плечу стоят на защите нашей Родины от насилия. Победили фашизм. Победим и терроризм. Читайте в новом выпуске аргументов и фактов. Почему российское образование отказывается от баллонской системы, но остается с ЕГЭ? На первой полосе регионального выпуска – терпение и миллиарды. Когда же закончится ремонт в Ленинском мемориале? На второй странице – кто из инвесторов ушел с регионального поля, а кому еще это предстоит сделать, собрав свои вещички? Гость номера – Светлана Леонидовна Дойко. Учитель, краевед и следователь, которая своей жизнью доказывает, что нет неинтересной молодежи. На четвертой полосе – о том, как ульяновцев объединяет Чувашский Акатуй, Мордовский Шумбрат и Татарский Сабантуй. В рубрике «Здоровье» о причинах, которые ломают эндокринную систему ребенка. И по традиции – программа передач телеканала «Репортер 73», которую смотрите в эфире эфирного цифрового телевидения на канале ОТР. Девять месяцев мы с вами. Анализы, диеты, бесконечные тесты. Вы волнуетесь, я тоже. Но нам с вами нужно сделать все, чтобы малыш родился здоровым. Это чудо, которое стоит всех наших усилий. Но дальше дело за вами. Первая дорога из роддома для ребенка может стать последней. При проектировании дороги необходимо учитывать все параметры. Разделить встречные потоки, учесть скорость движения. Но прежде всего безопасность, конечно. Думаете, превысить на 10-15 км в час не страшно? Это те самые 10-15 км, которые могут спасти жизнь вашего ребенка. Или забрать. А сколько времени нужно, чтобы научить детей быть хорошими пассажирами? Что в автомобиле нужно вести себя спокойно, пристегиваться? А ремнем или в кресле зависит от роста или веса. Не так много. Дети быстро все схватывают. А сколько времени нужно вам, чтобы понять, что безопасность своего ребенка можете обеспечить только вы? Научиться управлять автомобилем, чтобы сдать на права, это легко. Но мне важнее научить человека не рисковать. Знаете, что больше всего уносит жизни? Обгон по встречке. Если у вас ребенок в машине, нет ни одной причины рисковать его жизнью и выезжать на встречную полосу. Напомним, телефоны 304173. Здесь ролики, сюжеты, объявления и бегущая строка. Делайте новости вместе с нами, звоните в редакцию 304073. Смотрите «Репортер» не только в эфире. Мы присутствуем на всех ведущих российских социальных платформах. Все наши программы и сюжеты можно увидеть на Яндекс.Дзене. Подпишись и будь в курсе реальности. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры создавал DimaTorzok